итак привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала айти навигатор с вами сегодня мы продолжаем знакомиться с технологией sp net core и поговорим с вами о классе который называется старта класс стартап является входной точкой приложения sp net core этот класс производит конфигурацию приложения настраивает сервисы которые приложение будет использовать устанавливает компоненты для обработки запроса или миду в если мы обратимся к файлу программ cс то там есть следующие строки да мы с вами разбирали это на прошлом уроке и у нас здесь есть use стартап и тип данных до стартап и если мы перейдем сюда то мы перейдем именно в класс стартап да вот собственно мы с вами здесь находимся итак метод use стартап устанавливает класс стартап в качестве стартового и при запуске приложения среда sp net будет искать в сборке класса с именем стартап и загружать его однако в принципе не обязательно что класс назывался именно стартап мы всегда можем изменить соответствующий вызов файле программ cс на любой там назвать наш класс там процессор там процесс там короче любое кастомное название и после этого среда будет искать при запуске приложения класс с указанным вами название ну и собственно в этом случае нам нужно будет определить в проекте соответствующий класс описать его класс стартап свою очередь должен определять метод конфигура давайте сейчас вам его покажу вот наш метод конфигура и и также опционально в стартап можно определить конструктор класса и метод конфигура сервисы сейчас вот наш конфигура сервисы и конструктор здесь у нас сейчас собственно не определен в данном случае у нас пустой шаблон нам это не критично вас нет миссии там будут уже некоторые вещи прописаны конструкторы об этом мы будем рассматривать и говорить с вами дальше при запуске приложения сначала срабатывает конструктор затем метод конфигура сервисы и в конце срабатывает метод конфигура эти методы вызываются средой асп нет в общем вы сейчас перед своими экранами наблюдаете собственно как выглядит класс стартап для пустого приложения то есть асп нет корр шаблон м здесь у нас да стартап программ цс и принципе все если вам допустим нужно выполнять какие-то простые вещи организовать простой какой-то ненагруженной api которая будет работать быстро и не и непринужденно то ну почему бы нет сейчас открою свою шпаргалочку вот собственно если давайте поговорим о конструкторе стартап в конструкторе происходит как правило начальная инициализация конфигурационный нас конфигурационных настроек приложения если мы создаем проект асп нет по типу mt то вот так вас старта в таком случае не будет содержать конструктор да по умолчанию об этом я уже сказал но при необходимости мы можем определить конструктор например следующим образом давайте вам сейчас покажу давайте самом верху делим наш конструктор и он будет принимать следующие параметры и хостинг environment и айлогер factory ну в данном случае данный конструктор можно будет использовать для работы с средой да на который хочется приложения и для того чтобы использовать логирование собственно теперь подсматриваю свою шпаргалку ай хостинг environment позволяет взаимодействовать со средой который запускается приложение да и логер factory представляет механизм логирования нам не обязательно использовать все эти параметры мы можем использовать лишь некоторые из них либо сделать конструктор вообще без параметров ну и там реализировать какие-то там базовые вещи там не знаю какой-то конфиг ваш считать там что угодно перед запуском если вам нужно что-нибудь проинициализировать пожалуйста потому что определить пустой конструктор и здесь проинициализировать это вещи которые вам нужны и так ну к примеру проекте по типу web application да далее давайте поговорим о методе конфигура services вот он данном случае у нас пустой принимает он в параметрах ай сервис коллекция services а сейчас поговорим пару примеров для чего это можно использовать данный метод является необязательным и он устанавливает сервис который используется приложением качестве параметра он принимает объекта и service collection который и представляет коллекцию сервисов приложений с помощью методов расширений этого объекта производится конфигурация приложения для использования сервисов все методы имеют форму от ну и далее название сервиса проекте по типу empty данный метод как вы видите на своих экранах не содержит либо действий он пустой ну а к примеру web application данный метод имеет следующее определение давайте вам просто для примера покажу это будет в будущем да то в web application у нас здесь просто в сервисе за это миссии мы добавим сейчас пакет добавили пакет ну чтобы это все так готово нам пакет все пакет прогрузился все и теперь мы можем использовать мисе в нашем приложении то есть сюда можно набрасывать разные штуки до разные сервисы которые вы используете там этом висе там это еще там что не будем давайте посмотрим что то что у нас еще есть сервисы ну и добавлять различные сервисы а дата протекшн локализацию логирования там кэширования и прочее прочее то есть таким образом вы собираете нас таких вот маленьких частичек добавляйте сервисы вашего приложения то есть на этом застрять внимание пока не будем далее поговорим подробнее так далее метод конфигура давайте поговорим о нем собственно вот наш метод конфигура давайте его рассмотрим метод конфигура устанавливает как приложение будет обрабатывать запрос для установки компонентов которые обрабатывают запрос используются методы объекта и application builder но собственно данный параметр до объекта и application builder является обязательным параметром для метода конфигура кроме того метод может принимать еще два необязательные параметры ай хостинг environment и ай логер факторы ну вы можете убедить на своих экранах что пустом шаблоне давайте по умолчанию да здесь еще есть ай хостинг конвера надо и ай логер factory моды как три на то есть два объекта нас еще дополнительных параметрах они не обязательно повторюсь для чего же они используются ну я уже это озвучивал да эти параметры играют ту же роль что и у конструкции нам то есть логирование и взаимодействие со средой метод конфигура в проекте по типу м м тем непосредственно обрабатывает запрос давайте сейчас со своей шпаргалочки чтобы было удобнее вам показывать скопируем несколько другом виде на добавим комментарии первое до логер factory это консола устанавливается в общем занимается установкой консоли для вывода блога далее у нас условия да если приложение в процессе разработки да то выводим информацию об ошибке при наличии ошибки на то есть уже здесь такое разделение на уровне кода там да у нас продуктив либо разработка в таком виде далее непосредственно происходит обработка запроса получаем контекст запроса в виде объекта контекста и про контекста и здесь уже внутри идет отправка ответа в виде строки а вот такие пироги в итоге при запуске проекта по типу empty мы увидим в браузере наш hello world делать не буду сделайте это сами создадите пустой проект ничего сложного нету ну и которая устанавливается в виде ответа в методе а про ну вы это уже видели я об этом рассказал метод конфигура в проекте по типу empty выполняется ну в нем не выполняется так много работы но если бы мы взяли тот же метод из проекта sp нет по типу web application то там было бы гораздо больше действий давайте наперед да немного забежим это все дело покажу наш метод и в нем уже следующие установка лога да здесь у нас это бака для отладки также у нас дам браузер линк поддержка браузерных ссылок там прочего также здесь у нас есть установка обработчика ошибок установка установка обработчика статистических файлов далее здесь у нас установка компонентов компонентов mvc для обработки запроса ну и внутри здесь уже да у нас маппится road по которому у нас будет происходить собственно обращение до шаблон роутинга там до контроллер допустим home action индекс это параметры и так далее ну об этом будем уже общаться с вами в следующих уроках в общем подписывайтесь чтобы не пропустить новых роликов будет интересно повторюсь у меня будет покрытие полного курса асп нет пор следующем уроке мы с вами обсудим конвейер обработки запроса и мидовая то есть будет интересно спасибо за внимание ставьте ролику лайк смотрите другие видео надеюсь интересно и полезно пожалуйста если не сложно поделитесь роликом своими друзьями и жду от вас как всегда ваших веселых и грамотных комментариев с вами был айти навигатор спасибо за внимание и до новых встреч пока пока